Встать в суд идет. В зале судебных заседаний все как обычно. Судьи, заявители, ответчики и государственные органы. Слушается очередное дело. Игровую имитацию судебного заседания летней международной школы по правам человека не отличить от настоящего судебного процесса. Все до деталей максимально приближено к реальности. Студенты и молодые специалисты в области прав человека из 19 вузов России получили возможность расширить свои знания и применить практические навыки в сфере прав человека, а также пообщаться с известными учеными, экспертами и практиками. Летняя школа – это уникальный проект на базе Казанского федерального университета. Единственный конкурс, моделирующий деятельность Европейского суда по правам человека. В рамках этого конкурса студенты уже непосредственно, играя, конечно же, но, собственно говоря, применяют свои знания в условиях максимально приближенных к действительности. Обратите внимание, они делают это на английском языке. Судят их как раз эксперты международного уровня, представители ООН, европейских международных организаций. Они все юристы, высококвалифицированные эксперты. Вот это сочетание, которое мы запланировали в рамках летней школы, оно, безусловно, я думаю, очень выигрышным является и плодотворным. Участие в таких конкурсах иногда приносит большие плоды, чем обычные семинары и лекции, поскольку конкурс предусматривает знания как теории, так и практики международного права. Да и в целом предполагает развитие ораторского умения, так необходимого в баталиях судебных процессов. Это импровизированный процесс Европейского суда по правам человека, и мы представляем сторону ответчиков государства и будем защищать его интересы. Эта модель проводится для того, чтобы студенты, которые обучаются на магистратурах по направлению касательно прав человека, имели представление о том, как будет проходить процесс и что они вообще должны сделать для того, чтобы этот процесс в дальнейшем прошел успешно. Конечно, это огромный жизненный опыт тех же самых судебных выступлений, с которыми потом придется сталкиваться на протяжении всей карьеры, поэтому, собственно говоря, очень хорошая вещь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!